Добрый день, дорогие дамы и господа! Сегодня я на приеме у уникального специалиста Ивана Пиндеева. Он занимается... Ну, в чем он уникален? Он занимается именно голеностопом, выравнивает плоскостопие и продольное и поперечное. Вот он как раз стоит, и мы сейчас покажем вам, как это вообще делается. Иван, привет! Привет! Всем привет! Сейчас я буду рассказывать подробно, что делаю, с чем работаю. То есть, и можете дома сами проверить. Берете ногу, ставите, да, на пяточку поставили, вот так взяли с двух сторон, и вот так начинайте расшатывать. Если пятка не двигается, значит, будет либо подвывихи, либо плохо нога будет работать, будет шаг короче, и будет всю сторону зажимать. То есть, вся группа мышц будет по-другому работать. То есть, и даже если только пяточка заблокирована. Дальше тест идёт. То есть, мы проверили здесь, у Олега всё отлично, да? Дальше берём. Берём вот так. Обхватываем, да, и за палец. То есть, вот здесь берём. И начинаем проворачивать. То есть, здесь должно быть движение. Вот предплюсневая, плюсневая кость. И дальше кости идут уже здесь соединения. Они все должны двигаться. Если хотя бы малейшие ограничения, то есть, примерно как. Вот, показываю на этой стороне, потому что здесь всегда они здоровые. Как бы палец вот так должен двигаться. Видно? То есть, он свободно двигается. Дальше идём. Этот тоже. Дальше этот чуть меньше уже двигается. Этот почти не двигается. Если я зажимаю здесь, здесь сустав, он должен работать. Вот здесь и вот здесь. Этот зажимаю. Он тут вообще не работает почти. Если я крепко зажму, ну, палец не двигается. Тем самым стопа не работает. То есть, когда наступаешь, мышцы вообще не работают. Как я с этим работаю, да? Есть два варианта. Либо свод очень поднят, да, и зажато это всё. Тогда колени страдают. Либо он опущен. То есть, в принципе, работа одна и та же. Нам надо сделать так, чтобы вот это всё двигаться. Ну, движение появилось в суставе. Обычно кладу полотенце. Ну, в четыре раза, может, сверну. Может, в шесть, да? Начинаю пробивать вдоль. То есть, если я покажу чуть ниже соединение, вот этого голеностопа, сам именно голеностоп начинаю пробивать. Пробиваю я вот так по кругу. Это бамбуковые палки. Они лёгкие, но вибрацию создают. Пробиваю по кругу. А бейсбольной битой можно? Можно и бейсбольной битой, можно скалкой, чем угодно. Просто в пределах разумного. То есть, простучал один ряд, второй. То есть, вот так иду. Можно вдоль. То есть, цель у нас просто начать... Ну, цель, чтобы разблокировались немного суставы. То есть, простучали вот так поперёк. Здесь, здесь, здесь. Потом после этого, как простучали, да? Ну, стучать надо в районе пяти минут. Мы укороченный сеанс сейчас показываем. Потом ногу прямо. И вот так вытягиваете. Если она зажата, часто она не тянется вообще. Ну, вот у Олега хорошо тянется. Потом берётся обхват. Ну, а что делать? Обхватывается нога. И начинают вот такие провороты. То есть, прорабатываем сустав. Проработали. Вот так каждый пальчик отдельно. Крутим, крутим, крутим. Эти. То же самое. То есть, типа по принципу буравчика. Проворачиваем, чтобы сам сустав смазать и проработать. То есть, он на них щёлкает. Так, проработали. Хорошо, хорошо. Дальше, как я делаю? Два момента. Я вот так стопу растягиваю. То есть, тоже снимает очень хорошо блоки здесь. И в эту сторону растягиваю. Но у Олега и в ту, и в ту очень хорошо гнётся. У него в основном вот здесь вот зажатость. То есть, если взять здоровую ногу, она вот здесь вот будет мягкая такая. На этих всех суставах крутится. А у него получается вот здесь вот двигается. А вот эти вот, до предплюсневой кости, все суставы зажаты. И то есть, в принципе, тут только один метод. То есть, ногу натягиваем и бьём. Пробиваем, чтобы сдвинуть эти все кости, начали двигаться. Потом скручиваем в эту сторону, так же пробиваем. То есть, полотенце кладётся сверху и палкой вот прорабатывается. Вот так прорабатывается. Растукивается. Палец большой. У него в основном вот такие шишки бывают на пальцах. Надо вытягивать и проворачивать. То есть, тем самым, когда декомпрессию делаем, сюда приток новой крови. И начинает промываться. Когда обычно шишка, это либо травма была, либо когда на каблуках ходят, палец заворачивается. И здесь травмируется сустав и начинает соль нарастать. Она у нас в организме нарастает, чтобы защитить организм. То есть, от травмы. Но она потом, так как нарушения уже появились в стопе, она никуда не уходит. Эта соль оттока крови нет. И получается, откладывается, откладывается, откладывается и начинают шишки расти. Что мы делаем? Простучали, разблокировали стопу. Можно ещё даже его так повытягивать. Вот таким вот методом. То есть, вот таким вот повытягивать, да? То есть, разблокировали её всю. Кровообращение восстановили. И, в общем, кровь пошла по ноге. И если есть паутинки, маленькие такие вены, сверху такие темнеют, они уходят. В принципе, они розовеют, когда в стопе нормальное кровообращение, они розовеют и уходят. Это, сразу говорю, это всё из личного опыта. Я чисто на практике это познал. Потому что у меня там 30-40 клиентов было. А, да-да. Это из личного опыта. На практике. Вот это на клиентах. То есть, я прорабатывал стопу и заметил, что вены уходят. Мелкие, мелкие капилляры вот эти. Они уходят. Получилось, что вот такие результаты. То есть, прорабатывая так ногу регулярно, то можно убрать вот эти все функциональные блоки и плоскостопие. Но важный момент, что ещё, конечно же, если плоскостопие, уже надо работать с мышцами. Но это уже из другой истории. Но если стопа заблокирована, какими бы вы гимнастиками не занимались, что бы вы ни делали, но кость стоит настолько крепко, что вы просто её не сдвинете. И вот такими ударными техниками плюс вытяжками вы разблокируете всё. И всё будет у вас классно. То есть, выздоравливайте, пробуйте. Если что, приходите на приём, либо ко мне, либо к Олегу Олафу Гудвину. Я хочу добавить, что Иван использует именно палочки для кривольского массажа. Там, за счёт того, что сыпучее вещество внутри находится, получается удар такой более смягчённый. Но через вибрацию передаётся инерция туда внутрь. То есть, внутри начинает работать, именно в костях. Это специально для этого. То есть, в глубину получается. Также, в принципе, я и работаю с грудным отделом. То есть, когда, сейчас на Олеге покажу, в принципе, бывают ямки здесь на грудном отделе, такие вдавлено, как прорабатывают. То есть, я беру человека, он делает вдох, и я просто полотенце постелил сверху. И прям вот по суставным вот этим моментам пробиваю прям так хорошо палками. Ну, две палки вместе беру. Вот примерно выглядит это вот так. Пробиваю я всё это. Здесь, 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 здесь. Ну, и прохожу полностью. И получается, на выдохе тоже пробиваю. Тем самым убирается блок, и вот эта вот зажатость ребра, она потом начинает ребро двигаться и восстанавливается. То есть, палки, они, в принципе, очень здорово меня выручают. Почему я их использую? Потому что у них побочки нету практически. То есть, если костоправы, вот мне показывали эти все методики, они там вправили ребро, и начинает она там неделю-две ноет. Палкой простучал, вибрация создалась, микродвижение создаётся, и убирается вот именно вот эта соль за счёт микровибраций. И кровообращение восстанавливается. И восстанавливается очень всё хорошо, и быстро, и без последствий. Так что, всё. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много интересного. До новых встреч, друзья. Лайки.